В предыдущем видео, впервые опубликованном на автотрендах более трех лет назад, была рассказана история первого в мире концепт-кара, Buick White Drop, 1938 года. Я специально перезалил это видео, поскольку оно может считаться предисловием к данному выпуску, посвященному еще одной знаменитой, в какой-то мере эпохальной работе легендарного американского дизайнера Харли Эрла, создателя того самого Buick White Drop. Через семь лет после первой, наделавшей много шума презентации White Drop, в 1950 году этот концепт был снова выставлен на одном из первых американских автошоу, возобновивших свою деятельность после Второй мировой войны. Однако эта машина, хотя и опередила свое время в 1938, к 1950-му была уже достаточно стара, чтобы хоть как-то заинтересовать автомобильную публику. Харли Эрл сразу же почувствовал прохладное отношение к своему некогда инновационному и прорывному детищу, и уже к следующему, 1951 году, дизайнер создал свой очередной, не менее инновационный шоу-кар, оказавший не менее серьезное влияние на развитие американской автоиндустрии, чем White Drop. Концепт General Motors LeSabre стал одним из отцов основателей автомобильного дизайна R-Jet H, в которой большинство, если не вообще все автомобили, так или иначе использовали элементы авиационной стилистики. А в качестве основы для дизайна самого LeSabre, Харли Эрл использовал легендарный американский изобритель F-86 Sabre от компании North American Aviation, отправившийся в свой первый полет еще в 1947 году. Так же, как когда-то с моделью White Drop, Харли Эрл планировал создать не просто шоу-кар для выставки, а машину, которую он смог бы лично использовать в повседневной жизни. В те времена для такого маститого маэстро, как Эрл, это было вполне допустимо. И поэтому он решил не просто создать автомобиль, внешне похожий на реактивный самолет, но также совместить функциональность элементов самолетного фюзеляжа с традиционным кузовом сухопутного транспорта. И кроме того, Эрл хотел, чтобы машина использовала едва ли не все высокотехнологичные технические решения, своего времени доступные для автомобилей. General Motors LeSabre, который иногда обозначают как Бьюик, поскольку имя LeSabre действительно начало использоваться на серийных Бьюиках уже в 1959 году, имел сразу несколько выразительных и даже поразительных для тогдашней публики элементов дизайна, позаимствованных у истребителя F-86. Спереди таким элементом являлась овальная фальшрадиаторная решетка в массивном хромированном обрамлении, за которой скрывался вовсе не радиатор, а передние фары, появлявшиеся по нажатию кнопки в салоне. Прячущиеся в радиаторную решетку фары впоследствии использовались на многих американских автомобилях от различных производителей. По бокам от овальной решетки LeSabre, словно крылья, расходились опять же хромированные молдинги, без перерывов растянутые почти до задних колесных арок и затем возвращавшиеся вдоль порогов к передним аркам. Сама фальшрадиаторная решетка являлась продолжением выступающей части капота, которая, расширяясь к лобовому стеклу, образовывала нечто вроде кокона вокруг салона. Причем на корме этот выступ снова сужался и образовывал нечто похожее на сопло реактивного двигателя в мощной хромированной рамке. Внутри этого сопла размещался тормозной фонарь, одновременно призванный имитировать струю реактивного двигателя. А над ним – небольшой центральный плавник, напоминающий вертикальный стабилизатор самолета. Все это было прямой отсылкой к дизайну фюзеляжа истребителя F-86. Наиболее драматичными элементами оформления кормы LeSabre стали чрезвычайно высокие боковые плавники на задних крыльях со встроенными габаритными огнями в средней части и выхлопными трубами в нижней. LeSabre не был первым автомобилем, использовавшим плавники на корме. Однако их изобретателем, или скорее популяризатором, был именно Harley Earl, который, вдохновившись конструкцией фюзеляжа тяжелого двухбалочного самолета Lockheed P-38 Lightning, впервые использовал хорошо заметные плавники на Кадиллаках 48-го модельного года. И все же некоторые источники приписывают авторство первых автомобильных плавников Фрэнклину Куину Херши, который некоторое время работал в General Motors под началом Харли Эрла. Так или иначе, но рассвет эпохи плавникового дизайна, ставшего одним из важнейших стилистических признаков автомобилей эры Jet Age, начался как раз с концепта GM LeSabre. Ведь идею высоких плавников тут же подхватил не менее знаменитый краслеровский дизайнер Virgil Exner и реализовал ее сначала на моделях стилистики 100-миллион-доллар-лук, а затем и форд-лук. И, кстати, в отличие от большинства серийных автомобилей 50-х, огромные плавники на концепте LeSabre выполняли не только декоративно-эстетическую функцию. В них были встроены прорезиненные топливные резервуары, один для бензина, другой для метанола. Говоря о дизайне концепта LeSabre, к которому приложил руку не только сам Эрл, но и другой талантливый дизайнер из его команды – Эдвард Гловак, нельзя обойти вниманием и панорамное лобовое стекло без центральной перекладины, огибающее переднюю часть салона. В таком виде панорамное лобовое стекло было впервые использовано на автомобиле General Motors и впоследствии превратилось в один из популярнейших дизайнерских элементов на автомобилях 50-х годов не только в США, но и в мире. Салон концепта LeSabre был опять же выполнен в самолетном стиле, со множеством кругляшей шкал, приборов и переключателей, отвечавших за самые разнообразные функции, такие, к примеру, как настройки круиз-контроля, имелся и такой, или яркости подсветки на этих самых шкалах, в числе которых имелся компас и даже альтиметр. Эти два элемента, бесполезные по большому счету, были призваны еще сильнее подчеркнуть сходство салона LeSabre с самолетным кокпитом. Сидения концепта имели не только электрорегулировки по двум направлениям, но даже подогрев нижних подушек. А между ними располагалась совершенно чудесная для своего времени штуковина, датчик дождя, или, как его тогда называли, влагомер. Как только этот приборчик улавливал первые капли дождя на своей поверхности, он автоматически поднимал не только мягкую складную крышу над пассажирским отсеком, но и боковые окна. Все это работало с помощью системы электромоторов. А еще на LeSabre имелась система гидравлических домкратов, каждый из которых в случае необходимости мог поднять свой угол машины, что существенно облегчало замену пробитой шины. В общем, по части невиданных футуристичных технологий, концепту General Motors LeSabre действительно было чем похвастаться и удивить самого искушенного автомобилиста. Даже сам кузов машины, покоившийся на стальной раме, был настоящим откровением для тех, кто хоть немного разбирался в технике. Его панели были выполнены из магния и алюминия, причем толщина некоторых магниевых элементов достигала 6 мм, для усиления прочности конструкции. С этой же целью в некоторые панели были встроены стальные усилители, а пол машины имел сотовидную конструкцию. LeSabre был достаточно крупным автомобилем, 510 см в длину и 195 см в ширину, но высота концепта при этом составляла всего 1,27 м. Да и весил он, в том числе благодаря присутствию легковесных материалов в конструкции кузова, не так уж и много для середины прошлого века, чуть больше 17 сантиметров. За шасси и двигатель концепта LeSabre отвечал джеймовский инженер Чарли Чейн. Он постарался на славу, чтобы машина была удивительной и инновационной не только с виду и благодаря разного рода высокотехнологичным фишечкам, но и во всем остальном. Именно Чейн принял непосредственное участие в разработке новейшего алюминиевого двигателя V8 объемом в 215 кубических дюймов или 3,5 литра с полусферическими камерами сгорания, который в 1951 году появился не только под капотом LeSabre, но также нашел себе применение на шоукаре Buick XP300, показанном в том же 1951 году. Двигатель оснащался компрессорным нагнетателем и уникальной топливной системой с двумя карбюраторами, один из которых использовал бензин, а второй — метанол. Переход на алкогольное топливо осуществлялся при резком нажатии на педаль газа. В результате пиковая мощность относительно небольшого по тем временам двигателя достигала 335 лошадиных сил, а крутящий момент составлял ни много ни мало 517 ньютон-метров. Согласитесь, очень даже неплохо для 1951 года. В качестве трансмиссии использовалась автоматическая коробка Buick Dynaflow, которую впоследствии заменили на GM-овскую Hydromatic. При этом из-за технических соображений коробка передач была расположена в задней части кузова, что в результате положительно отразилось на распределении веса по осям. На заднем мосту использовалась достаточно стандартная для своего времени подвеска D-Dion, а вот спереди не было ни пружин, ни рессор, ни даже торсионов. Их функции принял на себя мощный резиновый цилиндр, работа которого контролировалась двумя амортизаторами. Согласно имеющимся сведениям, эта необычная передняя подвеска вполне справлялась с возложенными на нее задачами. Однако резиновый цилиндр очень быстро растрескался и пришел в негодность. И в какой-то момент на LeSabre была установлена традиционная торсионная передняя подвеска. Концепт General Motors LeSabre не был запущен в производство, и, собственно говоря, он и не задумывался для запуска на конвейер. Однако он оказал самое серьезное влияние на дизайнерские тренды 50-х годов, и сегодня считается одним из самых важных автомобильных концептов своего времени. Согласно некоторым сведениям, после того, как LeSabre завершил триумфальное шествие по всевозможным выставкам и автошоу, Харли Эрл начал использовать его по прямому назначению, и за несколько лет успел намотать на одометр около 45 тысяч миль, то есть более 70 тысяч километров. В настоящее время этот удивительный автомобиль размещается в музее наследия General Motors и периодически демонстрируется на автошоу. В завершении выпуска нельзя не рассказать о наиболее известных копиях, или скорее имитациях концепта LeSabre, появившихся в большом количестве в разных странах через некоторое время после его премьеры. Так, в 1953 году два американских Hot Roder потратили 4 тысячи человека-часов на создание машины под названием «Манта-Рэй», использовавшей шасси от «Студибекер», кастомный стеклопластиковый кузов и кадиллаковский двигатель с коробкой «Ходроматик». В 1954 году французский карасери «Хенри Эсклассан», строивший кастомное кузово для «Ситроенов» и «Рено», представил свою версию LeSabre на шасти французского автомобиля «Самсон». Причем он построил сразу два экземпляра и назвал свое детище «Салмсон 2300 Сейбр». Бельгийская частная автобусостроительная компания «Ван Хул» построила вот такое чудо-юдо на базе школьного автобуса «Додж» еще в 1952 году и вроде бы как использовала эту машину в рекламных целях. А этот автомобиль 1954 года постройки называется «Крамер Комет», поскольку его создателем был человек по имени Том Крамер из Огайо, в свое время заработавший прозвище «Король лошадиных сил». Собранная из запчастей «Крайслер» и «Дженерал Моторс», эта машина со стальным кузовом оснащена авиационным двигателем «Эллисон В-12» мощностью в 1350 лошадиных сил и крутящим моментом в 2000 ньютон-метров. В 2012 году «Крамер Комет» был продан с аукциона за 122 тысячи долларов. И, наконец, нельзя обойти вниманием знаменитую советскую имитацию джемовского «Лесейбр» «ЗИС-112» по прозвищу «Циклоп», созданную конструктором Василием Родионовым в 1952 году. Машина длиной почти 6 метров и массой более 2,5 тонн приводилась в движение экспериментальным рядным 8-цилиндровым двигателем мощностью в 182 лошадиных силы, благодаря которым «Циклоп» мог разгоняться до скорости в 200 км в час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова